Привет всем! У меня сегодня в руках пистолет Annex Kiv 3000 Модификация без глушителя, то есть без накладки, которая закрывает удлиненный ствол Это один из самых дорогих пистолетов фирмы Annex, которая несколько лет назад обанкротилась и закрылась То есть эти пистолеты больше не выпускаются Что входит в комплект? Сам пистолет изготовлен из прочного композитного материала Конечно, он менее прочный, чем всякие МР-ки Ижевского завода Кирпичи им колоить не получится, но пистолет своих денег стоит, достаточно надежный и точный В комплекте есть две обоймы Вот одна у меня здесь, одна лежит на пеньке Две обоймы, 28 пуль в каждой вставляются Шарики пистолет не ест, пострелять ББшечками у вас не получится Поэтому вставляем туда пульки и вперед Пульки он ест разные, от самых легких, где-то 0,25 грамма, до 0,6-0,7 Но с заметной потерей скорости вылета пули То есть если самыми легкими 0,25 грамма будет выдавать 150 метров в секунду На первых двух магазинах в баллоне А если поставить уже более тяжелые 0,5-0,6, то скорость будет стремиться к соточке, либо меньше 100 метров в секунду В отличие от других пистолетов FANIX обоймы очень интересные То есть здесь идут для каждой пули отдельные резервуары, которые мы сейчас будем вставлять В комплекте есть вот такая штучка Она для того, чтобы вставлять пули Смотрим, как магазин входит Магазин входит так, значит вставляем пули попкой сюда Это логично, да? Берем пули Но это конкретно не очень легкие, 0,60 И вставляем Рекомендуется при покупке этого пистолета эти резервуары поменять местами Это немножко увеличит скорость пули и возможные неприятности при заедании То есть разбираем обойму Выкручиваем здесь несколько винтиков И вставляем пулю Для заряжания есть только эта штучка Никаких ускорителей, ничего нет Поэтому вы вначале заряжаете Вручную все это дело прокручиваете Заряжаете второй магазин И идете уже стреляете Вот мы зарядили одну пульку непонятно куда Сейчас поставим баллончик Что мы видим? У пистолета достаточно интересный резервуар для баллона Здесь нет открытых никаких поджимных приспособлений, винтиков и прочего Здесь есть только площадка с логотипом Anix Кнопочка Мы нажимаем на эту кнопочку Тянем за площадку И открывается место для баллона Мы берем обычный 12-граммовый баллон Вставляем его Закрываем Нужно, чтобы был щелчок при закрытии Вот такой щелчок должен быть обязательно И подворачиваем гаечку до упора А потом Прокалываем Вот мы прокололи И пистолет заправлен К слову, если брать Внимание такие пистолеты Как Anix 101 Anix 101LB Они решат тем, что пропускают воздух Пистолеты Skif не пропускают воздух Можно хранить до трех месяцев Даже производитель подтверждает И воздух выходить не будет Вставляем магазин Наверное, вставляю не той стороной Вставляем его нормальной стороной Пистолет готов Здесь есть тоже предохранитель Он не автоматический Целька-мушка Ну, что можно сказать В целом о пистолете Выглядит он достаточно стильно Рукоятка действительно удобная То есть, он лежит в руке как влитой Ничего там не мешает Не передавливает И недостаточности никакой длины Я не вижу Что касается количества пуль Ну, хватает баллона На где-то два магазина Все остальное Это уже дострелы какие-то Можно уже выбрасывать баллон По-хорошему Вот Звук пистолета вот такой То есть, достаточно громкий Как на вашу оценку Вы сами увидите Ну, такие пистолеты Сейчас не производятся Но в интернете Вы еще можете, в принципе, их найти Купить Вот Так что заказывайте В каком интернете? Тебе какой магазин сказали пропиарить? Охотника.нет Там, покупайте в Охотника.нет пистолеты КОНЕЦ